Белоголовый орёл, паря над одним из дремучих лесов штата Теннесси, смотрит вниз, на участок скватера. Этот клочок земли, затерявшийся в необъятном зелёном море, отлично виден зоркому глазу птицы, так как резко выделяется из окружающей его растительности окраской своих деревьев. Они ещё стоят, но давно мертвы. Кольца содранной коры у самых корней преградили дорогу поднимающимся соком. Остальная кора осыпалась под клювами дятлов. Листва давно уже облетела, и остались лишь стволы да голые сучья. Словно руки скелетов, простираются они к небу, безмолвно взывая о мщении тому, кто так безжалостно их погубил. Сухостой на участке скватера не вырублен. Уничтожен лишь подлесок. Молодая поросль срезана или вырвана. Спутанный клубок растений-паразитов сорван с ветвей. Заросли тростника выжжены, и кустарник, сваленный в кучи, исчез в пламени костров. Только несколько небольших пней указывают на то, что кое-какая работа была здесь, сделана и топором. Весь участок едва ли достигает двух акров, и примитивная ограда вокруг него свидетельствует, что его хозяин вполне удовлетворен размерами своих полей. Нет ни свежих следов топора, ни новых колец на стволах, ничего, что указывало бы на желание скватера расширить свои владения. Он охотник и не хочет тратить ни времени, ни труда на расчистку леса. Если стук топора-дровосека приятен как музыка для слуха одинокого путника, то на скватера он производит впечатление похоронного звона. По счастью, ему нечасто приходится слышать этот звук, так как его жилище далеко от тех мест, где он раздается. Сосед, такой же скватер, живет за милю от него, а ближайший поселок находится еще в шесть раз дальше от его хижины. Участок имеет форму неправильного полукруга. Узкая глубокая река ограничивает его, как хорда, и пробивается дальше, в девственный лес. В изгибе дуги, в наиболее удаленном от ручья месте, стоит хижина. Бревенчатая постройка с дощатой крышей. С одной стороны к ней примыкает кое-как сколоченная из досок конюшня, а с другой — маленький сарай с жердей для хранения кукурузы. Такая картина часто встречается в лесных дебрях Америки, и некоторым она может показаться банальной. Но я всегда с удовольствием смотрю на бедную...